Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Как красиво осень! Сегодня мы мысленно перенесемся на полтора века назад. Представим, что паломничаем по необъятной Украине. Будете в Киеве, обязательно зайдите в Ионин монастырь. Такой совет нередко можно было услышать в ту пору. Ну что ж, посетим и мы эту всеми почитаемую обитель. Тянутся сюда люди нескончаемой вереницы. Кому же так спешат они? Известно, кому. К старцу Ионе скажет любой встречный. Он у нас великий прозорливец и чудотворец. Что же известно об этом славном подвижнике? То, что с малых лет, как говорили в народе, была на нем особая Божья печать. В семь месяцев произошло с ним удивительное событие, которое он, несмотря на младенческий возраст, навсегда запомнил и сам о нем рассказывал так. «Лежал я в люльке на зеленой траве, смотрел, как проносились надо мною птицы. Сперва просто любовался ими, но затем возникло у меня неуемное желание летать так же, как и они. И вдруг вижу, что идет ко мне старичок с добрым лицом и густой длинной бородой. «Нравится тебе, как птицы летают?» – ласково спросил он. «И тебе даст Господь крылья, только не такие, как у птиц, а сильные и могучие. К самому Богу вознесут они тебя». А потом этот старичок поднял меня куда-то ввысь и показал такие прекрасные обители и чертоги, что запомнил я их на всю жизнь. Этим незнакомцем, посетившим преподобного Иону в младенчестве, был, как оказалось, сам апостол Иоанн Богослов. После этого чудесного события зажегся в сердце младенца какой-то жаркий огонек. Бережно пронес он его через отрочество. А к первым годам юности огонек этот разгорелся в пламенное желание стать иноком. Много обителей обошел юный Иоанн, так звали преподобного Иону в миру, но никак не мог сделать выбор, куда пойти, где начать свой иноческий путь. Наконец, творя усердную молитву в киевских пещерах, услышал он чьи-то ясные слова. «Иди в Саровскую пустынь, там тебя ждут». Не теряя ни минуты, поспешил Иоанн в указанный ему монастырь. На подходе к обители встретил его сам преподобный Серафим Саровский. «Что ты так долго медлил?» – улыбаясь, спросил он. «Я тебя ожидаю уже два года». И стал Иоанн послушником у великого святого. «Хорошо жить под руководством опытного наставника. Одна только здесь беда – все мы в мире, всем не вечны. Пробивает час, и духовник покидает землю. Отходит он в жизнь лучшую, небесную, а его послушникам бывает от этого немалая печаль. Ведь лишаются они самого дорогого человека на земле». Так и произошло это с Иоанном. В 1833 году представился преподобный Серафим Саровский. Перед кончиной благословил он Иоанна перейти в другую обитель. И тот немедленно повиновался. «Прошли годы. Вот и густая седина покрыла его голову. Жизнь моя, наверное, кончается», – говорил он спокойно. А оказалось, что нет. На самом деле она только начиналась. Ведь Господь призвал его построить новый монастырь в Киеве. Было это в 1861 году. В чудном видении явилась ему тогда сама Пресвятая Богородица. Она и указала ему точное место, где потом был воздвигнут – Свято-Троицкий монастырь, называемый ныне Иониным. «Многие придут к тебе в обитель из разного рода и племени», – возвестила Дева Мария святому Ионе. «Прими всех, никого не презирай, и пусть твоя келья не запирается, ибо даст тебе Господь силу целить недуги и утешать людские души». Так оно и свершилось. Почти сорок лет настоятельствовал святой Иона в новом монастыре. Столько людей исцелил он от болезней, столько радости вернул страждущим душам, чтоб поползла в народе поговорка. «Кто у Ионы не бывал, тот Киева не видал». Сто семь лет прожил преподобный Иона на земле, а когда почувствовал приближение смерти, то, собрав послушников, сказал им, «Телом я от вас отхожу, а духом я с вами». «А там», – указал он в небо, «Найду я добрых людей и попрошу их за вас, чтобы и вам было хорошо». И действительно, его ученики счастливо прожили свою жизнь. А Ионин монастырь даже безбожники-большевики в 20 веке побоялись разрушить. Сегодня эта обитель опять сияет в первозданной красоте. И снова идут люди к святому Ионе, ведь там почивает он своими мощами. Обращаются к нему люди, как к живому, и не уходят без утешения и помощи. Вот какой у нас новый заступник. Будем же о нем помнить. А уж о нас он точно не забывает. Храни вас Господь его святыми молитвами, мои хорошие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok